Уважаемые абитуриенты, разрешите вас пригласить на экскурсию по одному из самых больших факультетов РХТУ Менделеева, а именно факультету химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов. Я представлюсь заведующей кафедрой химии и технологии органического синтеза, кандидат химических наук, доцент Попков Сергей Владимирович. Дело в том, что наш факультет состоит из четырех кафедр и охватывает подготовку студентов самого разного уровня, то есть и бакалавриат, и магистратура, и специалитет, и подготовку кадров и высшей квалификации в аспирантуре по области отрасли знаний, связанные с синтезом, поиском новых препаратов, биологически активных веществ. Биологически активным веществам относятся как лекарственные препараты, то, что актуально в наши дни, чрезвычайно, в связи с возникновением, распространением коронавируса и так далее. С другой стороны, к ним относятся химические средства защиты растений, относятся косметические препараты и тому подобное. Так вот, одна из кафедр нашего факультета, это кафедра ХТОС, как раз занята подготовка абитурентов в первую очередь по химии, по органическому синтезу биологически активных веществ. Наша кафедра самой старой на факультете, она создана в 1935 году. Сначала мы входили в факультет инженерно-химико-технологический, а с 1998 года входим в новость созданный факультет, когда-то химико-фармацевтический, а сейчас химико-фармацевтических технологий, биомедицинских препаратов. В первую очередь мы учим синтезу, и кафедра как раз занимается разработкой новых препаратов в самой разной направленности. Традиционно мы занимаемся средствами защиты растений, но в последнее время это фунгицидные препараты или антимикотики, те вещества, которые направлены на борьбу с фитопатогенными болезнями растений, а с другой стороны с грибными болезнями, соответственно, у животных и у людей. Другая область наших интересов лежит как раз в области препаратов лекарственных, влияющих на свёртываемость крови. И опять же, как в большинстве случаев в биологически активных веществах, это может быть иметь двойное назначение. А именно, мы занимаемся... На кафедре были созданы такие антикоагулянтные препараты непрямого действия, как фепромарон или нафаранат, те вещества, которые можно купить в аптеке. Это препараты, которые позволяют избежать тромбозов, постинфарктные, постинсультные состояния. С другой стороны, параллельно с этим были созданы из этого же ряда непрямых антикоагулянтов родантициды, то есть препараты, позволяющие бороться с грызунами, которые уничтожают наши запасы. В настоящее время мы занимаемся в этой же области научных интересов. Мы занимаемся антиагрегатами среди азольных препаратов, вещества, которые блокируют тромбоксан синтетазу, действуют похожим образом на аспирин и таким образом тоже предотвращают тяжелые сосудистые последствия образования тромбозов. Учиться на нашей кафедре достаточно интересно. Самые разнообразные предметы, которые мы преподаем, они охватывают синтез, биологическую активность, механизмы действия. Но с другой стороны, важной частью нашей деятельности является технологии, а именно технологии тех самых биологически активных веществ или уже известных препаратов, дженериков, или разработка технологий новых. Особенно это тоже актуально в последние годы, когда мы говорим о импортозамещении. То есть химические средства защиты растений, например, по заказу фирмы «Август», мы сейчас занимаемся фунгицидными препаратами, также были разработаны рост регуляторные препараты, и с другой стороны, мы занимаемся и лекарственными препаратами, разработкой технологии лекарственных препаратов, которые надо переносить на заводы, расположенные в нашей стране. На нашей кафедре вы можете, с одной стороны, поступить на направление химической технологии и, соответственно, сначала закончить бакалавриат, а потом, поступив на программу химии, технологии, биологически активных веществ, соответственно, и закончить магистратуру. Сразу стоит отметить, что бакалавриат у нас общий на весь факультет, один профиль, магистрская программа общая на две кафедры, родственные нам кафедры химии, технологии, биомедицинских препаратов. Но параллельно с этим, да, есть еще другой тренд, другой путь образовательный, который вы тоже можете выбрать. Это область частности, это такая специальность, как фундаментальная прикладная химия и специализация медицинской химии. То есть здесь уже обучение не 4 плюс 2, как бакалавриат в магистратуре, а 5 лет. В этой области, сразу могу сказать, в этой специальности, специализации, больше предметов химического профиля, меньше технологического. И таким образом, отучившись 5 лет, вы в большей степени будете готовы к научной деятельности, чем, например, к разработке технологии. То есть это вы должны учитывать. Ну, естественно, есть возможность дальше обучения в аспиранторе, но это уже будет несколько позже. Наши выпускники работают как в институтах Академии наук, в частности, например, в Институте органической химии есть создан филиал кафедры, мы тесно очень с ними работаем. С другой стороны, работают многие в других институтах, связанные с медицинской направленностью. Это, например, Нурситетский институт изыскания новых антибиотиков имени Гаузы, Институт медицинской химии имени Ореховича, ИБХ имени Шемякина-Овчинникова и так далее. И в то же время наши выпускники, но не только выпускники, и дипломники, и курсовики, занимаются научной деятельностью, уже начиная со старших курсов, да, и дальше заканчивая выпускной коллекционной работой в таких предприятиях, которые заняты биологически активными частями, как, например, Центр высоких технологий ХИМРАР, ООО «АФС-технологии», которые занимаются как раз лекарственными препаратами в ХИМках. Ну, с другой стороны, есть близко, я вам говорил, близко связанные, например, такое предприятие, как Щелково Агрохим, где выпускается по разработанным у нас технологиям иродентицидные препараты, и гербицидные препараты. Вот, туда тоже с удовольствием берут наших выпускников. Ну, и, несомненно, надо назвать такую фирму, как «Август». Это первое место по производству химических средств защиты растений у нас в стране. Соответственно, сейчас они строят R&D-центр в Черноголовке, и, конечно же, они тоже заинтересованы в выпускниках нашего факультета и нашей кафедры в частности. С другой стороны, с удовольствием, получив большие знания как по синтезу, так и по анализу биологически активных веществ, наших выпускников с удовольствием берут, например, многочисленные заводы, в Подмосковье чаще всего расположенные, по выпуску лекарственных препаратов. Это Бинофарм, Биокат, Кырка и тому подобные транснациональные многие корпорации с удовольствием берут выпускников в наши кафедры. Так что приходите к нам учиться, мы будем вам весьма рады. Да, забыл сказать, еще у нас есть своя собственная лаборатория биологических испытаний, а именно лаборатория фунгицидных испытаний инвитро. Это тоже одно из наших несомненных преимуществ по сравнению с другими кафедрами. Поэтому, придумав новый препарат, мы его тут же можем проанализировать, испытать и получить отклик на биологических объектах. И таким образом мы находим все новые фунгицидные препараты. Спасибо за внимание.